Всем привет! Надеюсь, вам меня будет хорошо слышно. В общем-то, я сейчас решила отснять такое видео, вся лохматое, как просто с вами поговорить, и, наверное, будет честнее, если я расскажу, почему я пропала, почему я больше не снимаю видео. Честно говоря, всё началось ещё в прошлом году, в августе. У меня как-то пропала муза. Если это можно так назвать, просто у меня пропало настроение снимать, и вынув жвачку, а то это меня раздражает, когда кто-то разговаривает, уже ер жвачку. И буду снимать, честно, я снимаю на айфон, я надеюсь, вас устроит качество. Снимаю в машине, вот сейчас приехала по делам вместе с мужем, вот, и решила, что сниму такое видео, немного в логовом формате будет. Ну, надеюсь, вам такие видео нравятся. В общем, наверное, мысли сейчас будут скакать то туда, то сюда. Да, я не готовилась к видео, я вообще даже не планировала снимать. Просто вот сейчас возникло такое желание. Интересно, телефон вот так вот встанет? Нет? Нет, тут хочется его из рук выпустить. Вот, наверное, вот так вот лучше всего будет. Собственно, о чём? Вот у меня пропала куда-то муза. Я не знала, о чём я хочу снимать. Ну, точнее, знать, идей было много, список был просто огроменный. Но то, как я хотела это реализовать, я просто физически не могла это осуществить. И как-то вот из-за этого, знаете, понеслось то, что да я ничего не могу, да что я, собственно, тут делаю, да нафиг это кому всё надо. Ну, в общем, да, я начала грызть себя изнутри, начала думать то, что, ну, нет, наверное, это не моё. Но, честно, я кайфую от съёмок, я кайфую от монтажа, я думаю, те, кто смотрели мой последний влог. Но при этом я, в принципе, не бросала монтаж, я монтировала там что-то для друзей, я помогала там кому-то что-то разобраться в Final Cut, помогала там своим подружкам, да, которые занимаются по-прежнему блогингом, я давала какие-то советы, как, где, что и чего. То есть я, в принципе, непосредственно от этого далеко не уходила и не худела, в принципе, от Ютуба. А я всё равно продолжала снимать, у меня есть готовые видео, но я их вот, я даже не сажусь за монтаж. Знаете, я вот просто даже не хочу их открывать, я не знаю, с чем это связано. Просто вот не хочу, и всё. И как-то я не знаю, я каждый раз, клянусь, боже, что всё, я возвращаюсь, а в итоге я выпускаю одно видео, и всё, меня вот рутина, так сказать, моя рабочая закручивает, и всё. Я понимаю, что у меня банально нет времени снимать, особенно про баночки, цкляночки. В какой-то мере мне даже, наверное, надоело про них рассказывать и разговаривать. Не настолько, что я перестала ими пользоваться, нет. Но просто вот эти однотипные видео мне немножко поднадоели. Мне хочется чего-то своего, и хочется немножечко других, наверное, форматов. Хочется, наверное, вот чего-то такого вот просто обыденного с вами просто поговорить. Не знаю, на какие даже темы. Возможно, даже про те же самые баночки, но как-то это немножечко по-другому. В общем, хочется чего-то более душевного, что-то на канале, потому что, ну, как-то поднадоело это всё, если честно. Я не знаю, выпущу я в итоге или нет. Те, что у меня отснято, у меня отснято порядка пяти видео, наверное, если не более того, что у меня руки пересохли. Вот у меня в машине постоянно лежит какой-то крем. Сейчас лежат бархатные ручки, про баночки. Честно говоря, терпеть их не могу, но это единственное, что на тот момент я нашла в супермаркете. Они просто не увлажняют мне руки, но... Ну, как мне не увлажнять на длительный период? Ну, вот так вот помазать, когда очень прям хочется, то пойдёт. А, блин, у меня же в сумке есть нормальный пеймой, любимый. Я, как всегда, лошарик. В общем-то, вчера я была на мероприятии и поняла, насколько я скучаю всё-таки по этому блогингу. Я скучаю. Ну, в основном, я думаю, те, кто подписан на мой инстаграм, я из-за инстаграма, в принципе, не пропадаю надолго. Я стараюсь постить что-то и в сторис, и постить какие-то посты, и информативные, и что-то жизненное. Но сейчас больше хочу что-то лайфстайл, да, рассказывать вам какие-то свои истории. Я, конечно, знаете, только на начальных этапах мне довольно тяжело это даётся, потому что, во-первых, требует какую-то долю открытости и убрать вот эти все рамки какие-то, да, за которые я не, с одной стороны, не готова переступить, то есть, да, быть настолько с вами откровенной. А с другой стороны, я хочу, наоборот, с вами пооткровенничать и быть абсолютно честной. Но я всегда с вами честная, я не люблю врать. То есть, если я рассказываю какое-то своё впечатление, то оно такое и есть, я не буду приукрашивать. То есть, я всегда, когда я сотрудничаю с брендами, я изначально... Пишут, я изначально предупреждаю о том, что я вот не буду врать, я буду говорить то, как есть. Понравилось? Значит, понравилось. Нет, я так и скажу, что это как бы говно, девочки, не берите. В принципе, я так поняла, что большинство адекватных брендов это удовлетворяет, и они, наоборот, за это. Поэтому имеется в виду то, что девочкам присылают на бартерной основе всякие баночки. Это не значит, что они рекламируют. Это просто они рассказывают своё мнение, то есть бренда, доверяя их мнению, хотят, так сказать, его услышать, и чтобы услышала аудитория. Поэтому они присылают различные баночки, скляночки и тому подобное. Конечно же, они ждут от нас каких-то публикаций. Конечно же, им хочется, чтобы мы об этом рассказывали, но каких-то конкретных условий, если это не реклама проплаченная, то какие-то конкретные условия они, в принципе, не дают. Да, они, то есть, как бы, на ваше усмотрение, и как хотите, так и рассказывайте. Поэтому имейте это в виду. Не надо всех блогеров под одну гребёнку. И не спорю, есть такие блогеры, которые за баночку готовы удавиться и готовы, там, я не знаю, в сотнях видео её показывать, и только в хорошем, так сказать, с позитивным мнением, но по факту могут даже не распробовать эту баночку, могут вообще даже её вот первый раз потыкать пальцем, да, и сказать при этом, что, ой, это такая, это такие крутые цени, они прям у вас супер-пупер будут держаться, там, ещё что-то. Да, есть такие блогеры, я не буду показывать пальцем, но есть такие, к сожалению, есть, да, которые... Ну, в общем, есть, да, не будем об этом говорить. Как понять, какой это блогер, честно говоря, вот так вот не общавшись с человеком, вы, наверное, не поймёте. Ну, потому что блогер, естественно, всегда хочет, ну, вообще любой человек, даже не буду обобщать именно блогеров, любой человек хочет показать себя с наилучшей стороны, да, в любом случае мы хотим какую-то говняшку свою запрятать куда-нибудь. Это, ну, по-моему, это вполне логично, я думаю, никто не хочет казаться плохим в глазах другого человека. Я постоянно смотрю на себя, я надеюсь, вас это не будет раздражать, просто камера тут такая малюсенькая, и получается, что я просто снимаю на фронтальную камеру. Извините, если что, я буду очень стараться смотреть вам в глаза в глаза, но это довольно тяжело, кстати, вы ни разу не пытались что-то отснять сами. Каково это? Я помню в свой первый раз, мне тут просто сообщение пишут, что там все ржутся, ну, да ладно. В общем-то, я сейчас активно занимаюсь батюком, а я, помню, дочь вам в другом говорила. Ну, просто из-за того, что сообщение приходит, получается, что я перескакиваю, отвлекаюсь на них, к сожалению, забыла их выключить. Вот, и я сейчас активно занимаюсь своим батюком, у меня на какой-то момент был по нему спад, потому что там случились кое-какие неприятности. И, ну, вот видите, да, я не могу быть и до конца для вас откровенной, но, знаете, есть у нас в жизни такие моменты, о которых мы не хотим рассказывать, да, о которых мы не хотим посвящать вообще никого. То есть хотим это вот сохранить при себе, да. Возможно, в какой-то мере мы там их там либо стыдимся, да, либо, я не знаю, какие еще могут быть причины, чтобы так вот прям сильно не хотеть рассказывать. Ну, что-то личное, когда ты боишься, что тебя сглазят, например, там, да. Я, например, не суеверная, не то, что боюсь, что меня там сглазят какие-то там, но просто я заметила, что когда... Я заметила, что я откликаюсь вот опять-таки на эти сообщения, надо было выключить, как-то я не подумала. Вот, о чем, собственно, шла речь. Я заметила, что когда у меня есть какие-то планы, если я их вот любого человека у них посвящу, никогда не получается, вот абсолютно никогда. А если я не расскажу, карты лягут так, что это все случится, и все получится так, как я запланировала. Ну, я не знаю, как бы, у кого как работает, но у меня вот так вот, поэтому я какие-то глобальные вещи стараюсь не рассказывать, потому что уже опытом научена, что понимаешь, что, наверное, у меня это не выйдет, если я об этом все-таки расскажу. Вот, собственно, вот такое какое-то видео, очень спонтанное. Я, честно, я не знаю, вот почему-то решила его записать. Я даже постараюсь его прям сегодня отмонтировать, вырезать какие-то бэ-мэ, вот. Но еще тут, знаете, мусоровозка приехала. Я надеюсь, вам ее не слышно, потому что, наверное, тут грохочет. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Вот. Не знаю, как вы отнесетесь к этому видео, но мне стало легче на душе, если честно, с вами как-то поговорить. Наверное, толком я ничего и не рассказала, и как-то это все сумбурно. Я чувствую, я это прослушаю, буду думать, господи, женщина что-то несла. Такое у меня очень часто, кстати, бывает. Я пересматриваю свои видео и понимаю, что, блин, женщина, как ты просто... Что за чушь ты несешь? Боже, ты, видимо, совсем с ума сошла. Стараюсь еще фильтровать базар. Я на самом деле очень часто могу там и мотикнуться. И, в общем, некорректную лексику. Я не знаю, как вы отнесете к этому видео. Я надеюсь, что положительно. И да, мне пора не хватает вашей поддержки. Вот, например, даже не буду примеров приводить, просто мне не хватает вашей поддержки. Вы должны понимать то, что мы, блогеры, да, просим лайки, просим комментарии. Потому что, когда вы этого не оставляете, мы не знаем вашей реакции. Мы же не можем прочитать ваши мысли. Мы же не знаем, нравится вам это, не нравится. Да, понятное дело, что не всегда приятно получать дизлайки. В любом случае мы вкладываем в это душу. И, как бы, большинство видеоблогеров старается делать не тяп-ляп. Да, и вот, например, я сейчас наговорила, вот уже на 14 минут. Вы должны понимать, что и монтаж, в принципе, занимает такого даже простого ролика. Там, да, я, например, стараюсь сделать какую-то цветокоррекцию, чтобы все-таки красивые цвета какие-то были. Какие-то эффекты я вставляю обычным в свои видео. Там, да, какие-то дополнительную съемку стараюсь сделать. То есть я не... Вообще статичные видео у меня в последнее время немножко поднадоели и подраздражают. Знаете, уже хочется что-то такого более интересного, творческого. Хотя, с другой стороны, такого вот душевного просто беседы тоже не хватает. В общем, я все время пытаюсь закруглиться. И в итоге... В общем, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Всех я с обнимаю, целую, после дачи всегда будет с вами. Пока-пока.